Дипломаты, политики и генералы, держав схлестнувшихся в Первой мировой, оказались неадекватны вызовом, который предъявил первый важный конфликт индустриальной эпохи. Исход глобальных войн XX века в первую очередь вопрос уровня экономического развития каждой стороны и масштаба ресурсов, которыми они располагают. Качество организации, ресурсов и мотивация людей также имеют значение, но богатые страны обычно организуются более эффективно, чем бедные и лучше решают вопросы мотивации. Первая мировая война стала классическим примером проявления этих закономерностей. Переход в затяжную стадию конфликта, который все участниками вначале мыслился как Блицкрик, оказался для них полной неожиданностью. Никто не считал войну на истощение, требующую отвлечения из экономики на долгий срок миллионов рабочих рук и расходования миллиардов денежных единиц, возможной в мире, где само существование нации зависело от торговли и промышленности. Такое время требовало быстрого и недорогого решения спорных вопросов. Австрия-Венгрия была убеждена, что разбирательство с сопротивляющейся расследованием сараевских убийств в Сербии не выйдет за пределы Балкан, где незадолго до этого уже были локализованы две похожие по сценариям войны. В Германии старый план начальника генштаба Шлиффена предполагал, что Франция может быть нокаутирована мощным хуком справа за шесть недель, после чего военные, оставшиеся в одиночестве России, можно будет как-то охладить и солдаты, по выражению казера Германии Вильгельма II, вернутся в казармы еще до того, как листья падут с деревьев. В самой Франции оборонительно-наступательный план 15 в 1907 году поменяли на план 16, предполагавший возможно более быстрый переход к наступлению, а принятый накануне войны план 18, его не предусматривал никакой оборонительной фазы. В России опасности втягивания войны с переходом ее в затяжную стадию, с нарастанием экономического кризиса и анархии рассматривались разве что в записке главы МВД Дурнова, о чем говорит в частности снарядный голод, поразивший русскую армию уже осенью 1914 года. В общем стратегия малой кровью на чужой земле, отраженная в песне «Если завтра война, если завтра в поход», а не в окоп, заметьте, отнюдь не являлась изобретением советских военных стратегов. В справедливости ради надо отметить, что и к войне на истощение политическая система СССР оказалась более приспособна, чем ее предшественница. Хотя если сравнить уровни душевого ВВП с учетом динамики, то наше отставание в развитии от Германии в 1941 году было точно таким же, как в 1914-1950 лет. Ошибкам прогнозирования хода будущей войны способствовала недооценка влияния промышленной революции на технологию военных действий. С одной стороны, было очевидно, что индустриализация произвела решительные изменения в том, что можно назвать количеством и качеством войны. С развитием сети железных дорог впервые появилась возможность быстро мобилизовать и доставить по любое миллионы людей. Вместе с 1870 и 1914 годами протяженность европейских железных дорог выросла со 105 тысяч до 290 тысяч километров. Россия в 1914 году могла двинуть в сторону Польши и Галиции 360 эшелонов в сутки, тогда как Австрия чуть более 105 тысяч. Вместе с тем, выросшая производительность труда и возможность использования женского труда в ряде секторов промышленности позволяла отчасти компенсировать изъятие мужчин из экономики на достаточно продолжительный военный период. В последней крупной европейской войне, где сторонами еще не была оценена и использована роль логистики в достижении цели, стал русско-турецкий конфликт 1876-1878 годов, где русской армии пришлось действовать на расстояниях до 700 километров от железных дорожных коммуникаций, к тому же стандарт колеи Румынии и Болгарии не соответствовал российскому. И на двух абсолютно изолированных фронтах – Кавказском и Балканском. В результате военные действия развивались медленно, сопровождаясь чудовищным геноцидом по отношению к местному населению. В Болгарии в ходе дней в апреле 1876 года было убито от 15 до 100 тысяч крестьян. Ответными жертвами стали 250 тысяч мусульман и еще 500 тысяч жали в Стамбул. Не обошлось и без погромов в отношении евреев, также вынужденных искать убежище в Турции. А на Кавказе курды вырезали 10 тысяч армян, предположительно симпатизировавших Россию. Основным видом операции были длительные осады или лобовые штурмы. Все это сильно констатировало с маневренными войнами, которые еще десятилетиями раньше вела Пруссия против Австрии и Франции. На каждую ушло лишь 7 недель. Мобилизационные планы, в соответствии с которыми требовалось собрать и доставить на театр военных действий миллионы людей в течение нескольких суток, были столь сложны, что начав мобилизацию, ничего уже нельзя отменить. В то же время задержка с ней означала неизбежное поражение в начальный период войны и возможно во всей кампании. В идее, эта необратимость могла бы стать сдерживающим фактором, но политического опыта жизни в новых условиях и соответствующих международных институтов еще не было. Каждый лидер рассчитывал получить преимущество, сыграв на опережение. Это делало сложившееся в Европе равновесие крайне хрупким. Одновременно стратегическая мобильность сочеталась с увеличением зависимости от логистики, снабжения и нарастанием тактической малоподвижности войск. Армия целиком населила от доставки боевых средств и в отличие от доиндустриальных времен, просто не могла выжить самостоятельно. Полностью завися от доставки питания, все это в отсутствии автотранспорта и механизированных частей привязывало войска к системам снабжения, в первую очередь к железнодорожным линиям. Тактические передвижения в отсутствии значительного числа танков и автомобилей по-прежнему оставались за ногами и лошадней, что ставило наступающих в крайнее положение перед гораздо большей неуязвимостью обороняющихся. Возросшая мощь средств поражения также способствовала стационарному характеру войны, загоняя армии в окопы. Тактическое управление войсками далеко отставало от роста их количественной мощи и даже ухудшилось по сравнению с предыдущими эпохами, когда разместившийся на коне на каком-нибудь пригорке командир мог видеть поле боя и отдавать приказания. Выходом из ситуации могла бы стать радио или хотя бы проводная связь, но до их массового применения было еще далеко. В итоге наступательные действия очень сложно было координировать на поле боя. Организационно-коммунную структуру армии требовалось приспособить к возможностям ведения самостоятельных действий небольшими группами в рамках согласованного общего плана. Однако эта структура всех воюющих державов какое-то время оставалась жесткой и забюрократизированной. Произошедшие технологические изменения разрушили существующий ранее баланс родов войск. Железные дороги резко принизили роль флота, который ранее мог служить единственным средством мобильной доставки в нужное место, что в частности практически обеспечило непобедимость Англии в 18-19 веках. Однако такие сухопутные державы, как Германия и Россия, по инерции уделяли флоту повышенное внимание. В частности Россия, на которую произвели неизгладимое впечатление поражения сначала в Крымской, а затем в русско-японских войнах, направляла на развитие Балтийского и Черноморского флотов значительную часть военного бюджета. В дальнейшем это оказались выброшенные на ветер деньги, поскольку эти флоты не сыграли в Первой мировой почти никакой роли, как впрочем и в следующей, когда Сталин личным приказом запретил использовать в боевых действиях флагманы Черноморского флота, оказавшиеся совершенно беспомощными перед атаками с воздуха. Немцев же использование морского чудо-оружия подводных лодок ввлекло в конфликт с США, оказавшийся роковым. Усиление мощи артиллерии нарушило прежний баланс трех родов войск – артиллерии, пехоты и кавалерии, каждая из которых решала в бою свою тактическую задачу. Во Второй мировой этот баланс будет восстановлен с заменой кавалерии на бронетанковые и механизированные войска. Но пока, что прежняя машина наступления оказалась сломанной. Все это неизбежно вело к длительной и дорогостоящей войне, в которой сражения и война в целом выигрывались не тактической и оперативной умелостью, а измором. Прелюдией большой войны стал боснийский кризис, когда в октябре 1908 года Австрия-Венгрия успешно присоединила Боснию и Горцеговину. Отхватив ее у Турции, которая незадолго перед этим пережила революцию молодо-турок, начавшуюся как раз в Македонии турецкой. Правительства Сербии и России были очень недовольны, но воевать из-за Боснии не стали и были вынуждены признать факт аннексии. В России еще ощущались последствия революции 1905-1907 годов. Государство только что почти рухнуло во время войны с Японией. В стране было недорешительных действий. Таким образом Австрия-Венгрия держала бескровную беду и унизила всех своих соперников. Надо упомянуть, что Австрия-Венгрия все же согласовывала свои действия с интересованными сторонами и предлагала компенсации. Россия выторговала в обмен право свободного прохода через Дарданеллы, а Турция удовлетворилась денежной компенсацией в размере 2,5 млн фунтов стерлингов. В свою очередь Австрия-Венгрия отказалась от оккупации Новопазарского Санджака, небольшого региона на границе Сербии и Черногории, противодействия издавна покровительствовавшей туркам Англии, настаившей на принципе нерушимости послевоенных границ, закрепленных Берлинским Конгрессом, 1878 года постепенно испарилась. История Второго Рейха началась 18 января 1871 года в Версале. Германия в предвоенные десятилетия оказалась не только самым крупным, но и более динамичным государством в Европе. За последние 40 лет ее население увеличилось наполовину, стартовав с численностью жителей примерно равной на ныне Франции и лишь на четверть больше, чем в современной Великобритании, Германия в 1914 году будет превосходить каждую из них в отдельности в среднем полтора раза. ВВП страны за этот период утроится. По динамике экономического развития ВВП и душевого ВВП на континенте с ней могла конкурировать Дейтфиш. Предвоенные двадцатилетия – окраинная Российская империя. Каких-либо надежных макроэкономических данных по России до 1885 года, к сожалению, нет. Здесь население выросло за 17 лет после переписи 1897 года к началью 14-го почти на треть без Финляндии. Выковав в ходе двух победоносных войн с Австрией в 1866 и с Францией в 1870-м, единое национальное государство, немцы ощутили себя осажденной крепостью, окруженной врагами. Германская армия и к 1914-14 оставалась сильнейшей на континенте, однако уже не с таким превосходством, как в 1870-х, когда развитая железнодорожная сеть, обеспечивающая концентрацию ресурсов в нужном месте, позволяла немцам легко побеждать в Блицкриггах. Как это чаще всего бывает, германские политики и дипломаты сами способствовали формированию антинемецкого союза. Аннексировав Эльзас и Лотарингию, со времен Луи XIV, относившиеся к Франции, выставив крупные репарационные счета, немцы стимулировали Францию после 1870 года на организацию революции. Реванша и поиск союзника в лице Австрии, либо России. Отношения Германии с традиционно дружественной ей Англией, также постепенно напрягались по мере приобретения территорий в Африке и попыток Германии создать приближающийся помощи к английскому флот, достаточный для ликвидации британского господства на море. В действительности, иметь одновременно серьезные сухопутные и морские силы – задача неподъемная почти для любой экономики. Морская мощь является дорогим баром, и лишь небольшое число государств в истории успешно показали себя, как сухопутные морские военные державы. Римская империя в древности, Османская империя в средний век и США в наши дни. Французы потерпели неудачу в своих усилиях аналогичным образом, и экономику СССР подкосили, в том числе, неподъемные военные трапы одновременно на суше и на море. Как и в случае России, германский флот оказался ненужной роскошью, которую немецкий народ не мог себе позволить. Второй рейх, не говоря уже о России, мог бы более эффективно потратить спущенные в пустую на флоте миллионы на цели дальнейшего развившего развития армии. Ухудшению отношений не помешало и то, что Пруссия и Великобритания ранее имели долгую историю сотрудничества. Англия со своей стороны могла видеть в Германии естественного союзника против России, с которой у Англии были трения сразу по нескольким направлениям из-за войны с Японией, которая была союзницей Англии с 1902 года, вследствие экстре-экстре России в Центральной Азии, вблизи английских владений из-за угрозы со стороны России выживанию Османской империи, защитником которой Англия традиционно была еще со времен вторжения на ворона в Египет в 1798 году. Короче говоря, не было никаких естественных причин для примыкания Англии к Атланте. Контанте в 1914-18 годах, но немцы толкнули ее туда своей неуклюжей внешней политикой. Таким политическим проигрышем обернулось поведение Германии в отношении России в ходе русско-японской войны, начавшейся в феврале 1904 года. В апреле англичане и французы, опасаясь, что они могут оказаться втянутыми в войну в противоположных лагерях, подписали ряд соглашений, традиционно называемых Антантой. Поскольку война была неудачной для России, немцам представилась возможность отделить Россию от Антанты. Россия имела свои собственные проблемы с Англией на Ближнем Варке и Южной Азии. И борясь против Японии в Корее и Маньчжурии была бы уязвима в Европе в случае германского нападения. Однако немцы не вытавали из этой ситуации ничего. Предложив русским моральную поддержку и безопасную западную границу, они получили в ответ лишь временное выражение доброго. В то же время, поддержка России немцами вызвала в Англии небольшую военную панику. Опираясь на соглашения с Францией, англичане вывели свои основные суда из Средиземного моря и сконцентрировали их против Германии в Северном море. В итоге Германия окружила себя врагами с трех сторон. К концу 1914 года европейские державы осознали, что надежды на скоротечный конфликт не сбылись. И война продолжалась в ситуации ПАТа. В частности, Россия разменяла наступление в Галиции, которое привело к взятию Львова и продвинулась почти до Кракола на весьма чувствительное поражение на Севере, потеряв в котле Танненберга целую армию 150 тысяч человек и 500 орудий. И что не менее важно, важнейший литератический центр на западе Варшаву. Ни одна из тактических целей войны не была достигнута. В частности, австро-венграм не удалось даже выбить из войны маленькую и отсталую Сербию. Все армии понесли невиданные прежде потери, запасы боеприпасов заканчивались, а взаимное злоумие делало надежды на дипломатическое урегулирование еще более призрачными, чем летом. Выход из тактического тупика виделся в двух направлениях. В создании более эффективных, чем традиционные виды вооружения и в поиске слабого звена в коалиции, выведение которого из войны могло бы изменить баланс сил. То, что появившиеся инновации в виде радиосвязи и самолетов стали понемногу применяться. Однако, им требовалось еще одно поколение, чтобы стать серьезным фактором в войне. Тремя важными инновациями вооружения стали минометы, позволявшие забрасывать мины в окопы противника, автоматическое и русическое оружие и огнеметы. Отличительным знаком Первой мировой стало применение химического оружия, но, несмотря на широкое использование газа обеими сторонами, ему нигде не сужено было стать решающим фактором. Слабым звеном в коалиции центральных держав виделась Османская империя. Вступлением в войну в ноябре 1906 года образовались Ближневосточный и Кавказский театры военных действий. Однако, дорогостоящая война на Ближнем Востоке привела к краху Турции. Лишь в октябре 1917 года слишком поздно, чтобы оказать какое-то влияние на исход войны. С другой стороны, слабым звеном в коалиции Антанты виделась Россия, впервые по географическим причинам. Восточный фронт был слишком протяженным, чтобы организовать там сплошную линию обороны. И центральные державы могли использовать еще сохранявшееся преимущество мобильности и логистики. Усилив Восточный фронт, они в 1915 году одержали там ряд впечатляющих бед, отвоевав назад все русские приобретения первого военного года. Однако Россия оказывалась разрушаться, пока в следующем году ее не накрыл серьезный экономический кризис. Стоит напомнить, что российская экономика за четверть века предшествующую войне стала одной из наиболее динамичных экономик мира. Ее душевой ВВП, без учета Польши и Финляндии, рос примерно на 1,8% в год. Эта цифра учитывает уточненную оценку населения, численность которого в дореволюционной статистике завышали из-за неверного учета миграции сел в город. По этим показателям Россия чуть уступает Германии и несколько больше скандинавским странам, но слегка опережает США и Японию. В счетом быстрого роста населения российский ВВП за рассматриваемый период вырос не менее чем в 2,5 раза, среднегодовой темп 3,4%. Несмотря на то, что неудачная Дальневосточная война и последовавший за ней политический кризис, а также два глобальных финансовых кризиса, 900 и 908-8 год, привели к тому, что уровень душевого ВВП 1904 года будет превзойден лишь в предвоенном 1913 году. Индустриализация базировалась на значительном притоке прямых иностранных инвестиций, за счет которых финансировался 41% накопленного в стране капитала в промышленном и банковском секторе. Российская империя к началу Первой мировой войны по уровню развития все еще оставалось в нижней лиге. Оценки дают 27-29% по душевому ВВП от уровня США. Последняя цифра с учетом Польши или 1.12 согласно данным Грегори по обменному курсу. Разрыв в уровне душевого ВВП с Германией в 1913 году с учетом динамики развития обоих стран, как уже отмечалось выше, может быть оценен примерно в 50 лет. В течение трех с четвертью лет Россия произвела в армию чуть менее 10% населения и ежегодно расходовала на военные нужды в среднем около 24% национального дохода. Однако война быстро продемонстрировала, что размер имеет значение лишь в том случае, если ресурсы могут быть эффективно мобилизованы, то в свою очередь почти напрямую зависит от уровня экономического развития душевого ВВП. К тому же рост экономического благосостояния до войны не привел к социальной гармонии, острыми оставались и традиционные для России разногласия между государством и образованными слоями общества. Советская система начала 40-х при том же относительном уровне душевого ВВП оказалась более стабильной из-за жесткой гомигенизации общества, проведенной в межвоенный период. В первые годы войны Россия понесла значительные территориальные потери, лишившись 15-15,4% территории и 23,3% довоенного наследия Европейской России, что равно при наполовине потерь СССР в первые годы Великой Отечественной. На утраченных территориях производилось 16% национального дохода страны, 20% промышленный продукт и размещалась пятая часть акционерного капитала. Однако в целом национальные доходные территории Российской империи, включая оккупированные области до 2015 года, оставался примерно постоянно. Радикальный спад начался после двух с половиной лет войны, на 11% в 2016 году и на 22% в 2017 году, к уровню 2013 года. С учетом возросшей доли ВВП, направляемой на военные нужды, стало заметно падать потребление домохозяйств. Его уровень в 1916 и 1917 годах оценивается соответственно в 89,66% от довоенного. До инвестиций в транспортные средства и оборудование снизилось с 13% в 2019, до 9% в 2016. В 1916 году стало обозначаться что-то похожее на то, что спустя 10 лет разрушит экономику НЭПа. Кризис хлебозаготовок. Реагируя на уже начавшую инфляцию, крестьяне и зернопроизводящих регионах России воздержались от увеличения продаж зерна по низким ценам и увеличили собственное потребление. Хотя у производства зерна снизился не так уж значительно, особенно учитывая прекращение экспорта. С 79,7 млн тонн в 2013 году до 74,3 млн тонн в 2015 товарность зернового производства убывала. Сальдо госбюджета выросло с военного профицита в 1% до дефицита в 78% в 2016 и более 80% в 2017 году. Из-за роста расходов в номинальном рожении к 2016 году. А в 2017 году в 10 раз доля военных расходов в общей сумме расходов приближалась к 80%. При этом размер доходов оставался примерно постоянным. Реально они снижались из-за вполне ощутимой в 2016, особенно в 2017 инфляции. Негативно на доходы повлиял также отказ от водочной монополии, обеспечивавшей в 2013 году 20% дохода бюджета. Однако главной причиной провала экономики страны в военные годы стало пренебрежение к вопросам экономической организации тыла. Мобилизация взяла взяла взводов и бросила в окопы наиболее квалифицированные кадры и удаление немцев из коммерческих фирм существенно ударило по производительности. Да и в фронте боевой дух в 2017 году был крайне низок. Восточный фронт был второстепенным для центральных держав. Только поэтому плохо оснащенная и плохо управлявшаяся, но имевшая серьезные преимущества в людской силе русской армии могла продержаться три года до финального краха. Текст подготовлен Сергеем Журавлевым, публикуется в журнале «Эксперт» в августе 2014 года, посвященному столетию Первой мировой войны. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.